Слезы радости и слова благодарности. В рамках действия федеральной программы по реабилитации репрессированных граждан 10 семей крымских татар получили ключи от новостроек в Джанкойском районе. Это уже третий из данных объектов в ходе реализации проекта. Несколько месяцев назад в Ленинском и Кировском районах в новые дома вселились несколько десятков человек. Власти республики уверяют, на этом работа по госпрограмме не заканчивается. Это всего лишь один из начальных этапов, а действовать она будет до 2020 года. В селе Тимофеевка Джанкойского района настоящий праздник с танцами и песнями. В гости приехала делегация из столицы Крыма, чтобы в торжественной обстановке вручить ключи от новостроек. Вот так ни словом, а делом реализуется указ президента Российской Федерации по реабилитации депортированных граждан. Это только начало и все реабилитированные лица, те, которые пережили репрессии, они будут однозначно обеспечены жильем, потому что это прописано и на федеральном уровне, да, и реализуется в рамках указа президента о реабилитации репрессированных народов. Это уже третий район, в котором в этом году, даже не в этом году, а вот за последние шесть месяцев ввели в эксплуатацию жилье. Первые у нас были аналогичные коттеджи в Ленинском районе, следующие у нас было Кировский район и вот сегодня Джанкой. В общей сложности по этой программе порядка 27 получили жилье. Для семи Аджитаровых это праздник со слезами на глазах. Которые ждали не один десяток лет. Сегодня все семейство в сборе. Осматривают комнаты и до сих пор не верят своему счастью. Вот этот ключ ждал. Семьдесят лет, семь месяцев, одиннадцать лет ждал. Вот этот ключ. Наконец-то мне поздравили под Новый годом. Это ключ. Данный дом. Спасибо руководителям, которым Владимир Путин, который нам помогал. Дома построены компактно с рациональным использованием всей площади. Это три живые комнаты, а также прихожая, уборная и кухня. Дом фактически готов к заселению. Хозяевам осталось решить только два вопроса. Первый – какого цвета будут обои и где здесь поставить мебель? А вот хозяйка этого дома, Зера Абдулганеева, уже знает, где и что будет стоять. Ее семья очень гостеприимная, поэтому главным местом в доме однозначно будет кухня. Здесь у нас вот мойка у нас здесь стоит, газовая плита. Дали нам, выделили нам газовую плиту тоже. Здесь, я думаю, поставили шкаф такой, чтобы куда можно было поставить кружки, чашки там. А здесь у меня будет такой уголок, принимать гостей. На этом работа по программе расселения репрессированных граждан не заканчивается. Она рассчитана до 2020 года с финансированием более 10 миллиардов рублей. А это значит, что в ближайшем будущем еще множество крымских семей получат собственное жилье.